всем привет давно не виделись не знаю как меня слышно сейчас очень ветрено я без петлички без внешнего микрофона тем не менее появилось время и решил записать такое обращение с момента выпуска на канале масштабного плейлиста про абхазию прошло примерно полтора года за это время мы успели вновь посетить египетский макади бэй съездить пирамидам гизи погулять по живописным улочкам стамбула сплавать принцевым островам раморном море также мы встретили новый год с друзьями в санкт-петербурге и отправились на майской на майские праздники большое авто путешествие по россии по регионам по волжье посетили такую республику как татарстан чувашию мордовию мариэл было очень интересно обо всем об этом я хочу сделать видеоролики на канале вот но к сожалению я не какой-то блогер путешественник работа которым только в этом и заключается я также вынужден ходить на работу уделять время детям семье серия видеороликов будет о наше большое азиатское путешествие которое мы совершили в этом году а именно мы посетили такие страны как китай сингапур малайзия филиппины вьетнам гонконг было очень интересно очень насыщенно постараюсь по возможности о каждом каждой стране сделать видеоролик и возможно даже не один вот так же в принципе за 18 лет наших путешествий по таким странам как доминикана тунис израиль египет шри-ланка танзания мальдивы сейшелы и множество множество других накопились просто тонны терабайты материала вот я очень надеюсь что когда-нибудь это все разгреку и сделаю также ролики по этим поездки хотя наверное будет уже не столь актуально потому что но прошло уже достаточно большое время но возможно кто то из вас подчеркнет для себя какую полезную информацию обязательно напишите в комментариях ниже о каком регионе россии или какой стране вы в первую очередь хотели бы увидеть видео на канале также хотелось бы сразу попросить нажать палец вверх колокольчик нажать там под видео подписаться на канал если вы этого еще не сделано потому что алгоритмы ютуба любят когда вы это делаете в начале видео но мы пожалуй начинаем и начнем с удивительного гонгога итак после рабочего этапа дня мы пришли домой переоделись погрузили в машину заранее собранные чемоданы и выехали в ночь в сторону москвы вылет у нас был в шесть вечера следующего дня поэтому решили свернуть с трассы м4 чтобы проехать через тулу и по пути ненадолго взглянуть на тульский кремль я в туле бывал ранее но уже достаточно давно и кремль видел еще до реставрации долго здесь задерживаться не стали и быстро бежали его вокруг возможно в теплое время года здесь можно было бы пройтись по новой набережной но зимой особо смотреть не на что поэтому мы поспешили побыстрее выбраться из пробок и мчать в сторону аэропорта шереметьево машину оставили на самой дешевой парковке за 100 рублей в сутки хотя сервис здесь оставляет желать лучшего но мы же бюджетные туристы поэтому каждая копейка на счету хотя если вы едете с детьми и особенно зимой то все же я бы порекомендовал парковку по 12 она не намного дороже но здесь имеется теплое помещение для ожидания трансфера да и сами микроавтобусы более вместительные если вы летаете не часто или вообще летите впервые то рекомендую закладывать больше времени на поездку в аэропорт и стараться приехать заранее лучше провести пару лишних часов в зале ожидания чем опоздать на рейс пробки и аварии на дорогах в час пик досмотр в аэропорту и прочий форс-мажор очень быстро съедают ваш запас времени мы вылетели по расписанию вечером 18 40 южно-китайскими авиалиниями из шереметьево в аэропорт до сих что в пекине это столица китайской народной республики если вдруг кто не в курсе про авиакомпанию ничего плохого сказать не могу конечно не эми рейдс или катар эрвейс но тем не менее и сервис был вполне себе сносный несколько раз кормили некоторые продукты в наборе были конечно не привычны для русских людей но вполне съедобны летели мы на airbus 330 средней ушатанности как мне показалось полет был ночной поэтому после дороги за рулем я попытался как-то выспаться хотя с моим ростом в эконом-классе это крайне проблематично ближе к утру довелось наблюдать в иллюминатор красивейший рассвет в горах монголии и северного китая которые составляют огромный общий горный массив на континенте с тибетским нагорьем и гималаями в 7 утра мы благополучно приземлились в досине столице китая у нас была небольшая двухчасовая пересадка как раз чтобы размять ноги аэропорт новый очень чистый удобный и как многие аэропорты китая достаточно пустой что начинаешь сомневаться что китайцев полтора миллиарда в дальнейшем это чувство не покидает так как не замечаешь большой толпы людей в метро или общественном транспорте на улицах или еще где-либо прилетели мы в аэропорт пекина до 7 идем сегодня 23 февраля меня уже поздравили с праздником это южный аэропорт ну пожалуй первые впечатления стране стоит начать с туалета честно говоря чистота идеальная отдельный для инвалидов все очень удобно ничем не пахнет очень классно ну что какие первые впечатления большой чистый аэропорт на удивление мало людей да кстати людей очень мало кондиционерят хорошенько так свежо свежо ну летели в иллюминатор видели снег лежит везде в аэропорту вот такие автоматы можно попить водички горячий вот холодный нормальный местный чай тут на заваривали вот просто берет стаканчик нажимаешь сенсорную кнопку и течет водичка вода отличная вкусная при пересадке необходимо было пройти досмотр ручной клади пожалуй это был самый тщательный досмотр где мой рюкзак четыре раза прогоняли через сканер и приходилось выкладывать каждый проводочек не говоря уже про пульт от квадрокоптера батареи пауэрбанки зеркалку гоупро и прочую технику а а а чекольчик удобно ну да безопасность без прецедента а а а а а нам то лучше так трижбы трижды перешмонают наконец мы прошли зону контроля и отправились ближе к своему выходу на посадку так вот мы вышли наконец таки в зону трансфера в гонконг напоминаю что находимся в аэропорту пекина а именно аэропорт досин так как есть еще и другой аэропорт этот построен недавно новейший очень красивый необычная форма крыши и сделан в виде лицехвата но такая звездочка каждое крыло получается очень недалеко находится очень недалеко находится и равно удалено от остальных и из любой точки можно дойти за 8 минут как утверждается прошли мы зону досмотра на трансфере могу сказать могу сказать шмонают досконально четыре раза перепроверяли рюкзак выкладывали всевозможные зарядки провода и прочее рядом умелся выход в небольшой сад с красивыми беседками в китайском стиле и небольшим прудиком мы немного подышали здесь утренним морозным воздухом и вернулись в терминал на посадку на следующий рейс до Гонконга лететь до которого оставалось всего три с половиной часа на среднемагистральном 321 эрбасе давайте сходим в китайский сад объявляется наша посадка но мы успеем чуть-чуть у кого сердце из букв каких-то о свежо однако ну примерно о погоде в пекине свежо мы в китайском саду у нас уже объявили посадку в Гонконг так идем на посадку а наконец в 12.40 по местному времени мы приземлились на острове Лантау это крупнейший остров Гонконга к которому примыкает специально насыпанный на воде остров под один из крупнейших аэропортов Чхеклакпо который неоднократно признавался лучшим аэропортом мира наряду с сингапурским аэропортом Чанги в котором мы окажемся в следующих сериях аэропортом Хамад в Дохе в королевстве Катар парижским Шарль де Голь во Франции в которых мы также были ранее ну и многими другими в отличие от Пекина паспортный контроль Гонконга мы прошли достаточно быстро и тут пожалуй самое время коротко рассказать о самом Гонконге находится Гонконг на юго-восточном побережье Китая и граничит с провинцией Гуандун столица которой Гуанчжоу Гонконг делится на три области непосредственно сам остров Гонконг полуостров Коулун или как говорят местные Цзюлун ну и так называемые новые территории Гонконг или Сянган это специальный административный район Китая как и соседний Макао во всяком случае так считает сама Поднебесная хотя сами гонконгцы считают себя отдельным государством и фактически это так первые деревушки рыбаков на берегах Гонконга появились в 7 веке хотя еще долго эти территории были практически безлюдными проникновение в регион европейцев началось в 16 веке когда китайские власти разрешили португальским торговцам возвести хранилище на песчаной косе Макао находящейся в 60 км от Гонконга через 150 лет такую же привилегию получили англичане построившие торговые поселения и склады в Гуанчжоу расположенном по соседству с Гонконгом Британия, производившая опиум в своих индийских колониях решила начать торговлю зелем и в Китае в 1860 году Британия совместно с Францией развязала вторую опиумную войну в результате которой агрессорам удалось захватить южные земли полуострова Коулу в конце 19 века поднебесная империя уставшая от войны с Японией была вынуждена отдать Англии в аренду на 99 лет в соседние с Коулуном земли и прилегающие острова несмотря на то, что Гонконг был эксплуатируемым и зависимым регионом вскоре он стал одним из крупнейших азиатских портов и самой успешной колонии Англии в 1984 году в преддверии завершения срока аренды Китайская Народная Республика и Англия заключили соглашение о возвращении региона Китаю 1 июля 1997 года приехали в Гонконг едем в двух этагонах оттуда отправляется фуникулеры на высокую точку Лантау а сейчас мы можем посмотреть как взлетает самолет ну блин на глупо конечно слишком широкий угол но прямо над нами летит ты видишь? в декларации оговаривается особый статус гарантирующий ему право на самоуправление в соответствии с декларацией Гонконг до 2047 года будет пользоваться всеми своими достаточно широкими привилегиями собственно исполнительной властью законодательной властью миграционной политикой и денежной системой в ведении Китая остаются только вопросы международной политики и обороны жители Гонконга надеются после 2047 года получить полную независимость или хотя бы продлить свою автономию еще на 50 лет сейчас это один из ведущих финансовых центров Азии и мира как я уже сказал Гонконг имеет свою валюту гонконгский доллар свой флаг форм управления да и сами жители Гонконга не считают себя китайцами и не любят когда их называют китайцами доходит до того что жителям КНР для посещения Гонконга нужна виза хотя ветки гонконгского метро идут до границы с Шэньчжэйнем а вот россиянам виза не нужна английский язык имеют статус государственного сами жители говорят на кантонском языке а не на мандаринском как в континентальном Китае но фактически это диалект китайского хотя многие иероглифы читаются по-разному население Гонконга на 98 процентов состоит из этнических китайцев остальные два процента это филиппинцы индийцы англичане и португальцы но вернемся пожалуй к тому моменту как мы только прилетели как я уже сказал мы стараемся путешествовать достаточно экономно поэтому еще до поездки я стараюсь набросать примерный план маршрута рассчитать все тайминги сколько времени займет дорога на общественном транспорте до тех или иных достопримечательностей выписываю стоимость билетов читаю отзывы на форумах ну и так далее ну что приехали мы в Гонконг здесь отличная погода для прогулок не жарко город очень зеленый такие двухэтажные автобусы на одном из таких автобусов мы и доехали очень город производит впечатление очень высокого застроенного небоскребами автобусы высокие пока что нам все нравится сейчас пойдем поменяем немного валюты и поедем на канатку так сдали багаж в камеру хранения сейчас идем еще доменять валюты немножко потому что уже не хватает вот здесь у нас money exchange это станция метро Тунг Чунг вот здесь подъемник на Гонг Пин фуникулер и сиди гейт аутлетс торговый центр здесь курс наверное немножко получше чем в аэропорту а не 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 а не а не Можно было бы поискать получше, но время. Вот там стопеечек на сувениры были, целая гора. Как раз 510 за гостиницу, да? Вот, конечно. Интересные денежки такие прозрачные. Красивые. Тесеточку. Отель. Отель стоит 510 гонконгских долларов за 2 суток. Что для Гонконга весьма, можно сказать, дешевле не найти. Так, это вот где-то вот лет, здесь камеры хранения. Здесь? Yes. Сейчас поднимаемся на подъемник на Гонгпинг. Не, ну классно. На самом деле впечатление прям, пока смотрели в интернете, все было, конечно, не так. Здесь прям очень классная природа, климат. Здесь воздух хороший, ну и погода отличная, не жарко, дышится хорошо. Купили билеты на Гонгпинг на подъемник. Ну что, ну давай, не тратим время, пошли сюда. Ну что, ну давай, не тратим время, не тратим время, не тратим время, не тратим время. Это хранится на 7-о? Ну-то, 7, не тратим время. 7-о-о ими. 7-о. 7-о-о, на 7-о. 7-о. 7-о, на 7. 7-о. 7-о-о-о. Не надо, не надо. 6к, я получу фотографию. Все, готово, 1, 2, 3. Спасибо. Попусту предлагают. Писаны такие. Попусту. У нас проблема под ним, да? Пораста. Жаль, наверное, погода подкачает. Ну, отправляемся, посмотрим. В индивидуальной кабинке. Я думал, будет много народа, так как китайский Новый год сейчас. Читал в интернете, все пугали огромными очередями, но, как видим, вообще никаких очередей. Прекрасные перепилеты. И едем уже. Сейчас будет одна из самых длинных канатных дорог в мире. Ух, уже высота. Конечно, не всегда идет все по плану, но лучше потратить некоторое время на подготовку и тем самым сэкономить деньги, а не наоборот. Поэтому первым делом мы решили купить две пластиковых карточки Octopus. Это такой аналог Истанбулкарты в Стамбуле, только более продвинутый. Кладешь на счет карты определенную сумму и дальше можешь данной картой оплачивать практически все в Гонконге. Метро, автобусы, паромы, фуникулер, всевозможные билеты в музей, на выставки, концерты и даже делать покупки в 7-11. Это для тех, кто не знает, такая сеть продуктовых магазинов по типу нашей Пятерочки. Только местная Семерочка гораздо более распространенная и присутствует практически во всех азиатских странах. Если вы приехали в Гонконг на пару дней, то в принципе можно обойтись и без карты Octopus, но все же покупка ее не лишена смысла. Во-первых, при проезде общественным транспортом на некоторых ветках метро, пусть и незначительно, но билет может стоить дешевле. Во-вторых, в автобусах расплачиваясь наличкой, водитель не дает сдачи. Ну а в-третьих, самое главное, Octopus может помочь сэкономить кучу времени, лишая необходимости перед каждой поездкой покупать карточку на проезд, засовывая купюры в автомат и стоять в очередях. Не страшно? Нет, нормально. Также сразу стоит отметить такое приложение, как Клук, в котором можно не только купить билеты на различные достопримечательности и мероприятия во многих странах Азии, но и сделать это со скидкой. А главное, в высокий сезон, когда путешествует много самих китайцев и в кассы на всевозможные мероприятия и аттракционы выстраиваются длинные очереди, то можно подойти в специальное окно, которое будет оформлено в символике Клук, показать свой QR-код и забрать свой билет без потери времени в длинных очередях. К сожалению, карту Octopus нельзя использовать одну на несколько человек. Необходимо покупать на каждого. Стоимость везде разная. Часть средств замораживается как депозит, а другая часть кладется вам на счет и используется для оплаты всего вышеперечисленного. Когда будете улетать из Гонконга, карту Octopus можно сдать обратно в кассах метро или в аэропорту. При этом вам вернут неизрасходованные деньги со счета и депозит. При желании можно забрать только деньги со счета, а саму карточку оставить на память как сувенир. Если вы планируете из аэропорта ехать в центр, чтобы сразу заселиться в отель, то наиболее оптимальным вариантом будет метро, так как такси достаточно дорогое. Автобусы могут идти дольше и с пересадками, но все-таки стоит проверить маршрут и стоимость общественного транспорта на Google карте или в приложении CityMapper. В нашем случае, чтобы сэкономить время и деньги, мы решили из аэропорта пока не ехать в центр, а остаться на острове Лантау и доехать на автобусе С1 до станции метро Тунг-Чунг, чтобы прокатиться на длиннейшей канатной дороге, поднявшись в горы к деревне Нгонгпинг и статуе большого сидящего булды, а также красивейшему древнему монастырю По-Линь. У нас с собой в качестве багажа был один чемодан на двоих, а также два рюкзака ручной клади. Мы заранее понимали, что таскать это все с собой в кабинку фуникулера или поднимаясь по ступеням вверх вообще не вариант, поэтому мы еще дома принялись искать ближайшие камеры хранения. К счастью, здесь все давно придумано для туристов. Сразу возле метро имеется лагадж-рум с автоматическими ячейками хранения, и следом сразу эскалатор наверх к кассам фуникулера Нгонгпинг 360. Посетителей практически не было, и мы без проблем и очередей купили билет в кассе на месте, без использования приложения Клук, в котором у меня так и не получилось привязать карту UnionPay. Мы сели одни в кабинку и достаточно быстро начали подъем. Погода была пасмурная, вид на бухту был в тумане. Тем не менее ветер, раскачивающий кабинку, а также захватывающий виды с высоты, подарили множество впечатлений. Длина всего пути канатной дороги составляет 5,7 км, что делает ее крупнейшей во всей Азии. А вот мы можем видеть мост. Это мост в Макао. Ну, вроде бы считается специальный административный центр Китая, такой же как и Гонконг, но на самом деле по всем параметрам это отдельное государство. имеет свой флаг, свою валюту, ну и соответственно законы и административное управление. Мост, конечно, входит за горизонт, его даже не видно. Через полчаса мы доехали до вершины. Мы прошли через очень колоритную в архитектурном плане местную деревню и первым делом отправились к живописному буддийскому монастырю О-Линь. Ну, это наверное 2 мая с ag. В последнее время отеляли на деревне и не длины. В последнее время утрена сквозь логотика, отсутствие логотика, а сейчас и все остын как так и с головой. Недо, например, утренки логотики, в последнее время отеляли на деревне. Ну, можно по-контакт? Ну, Münon. В последнее время я вас не дам в архитект. Ну, не дам. Недо, начну. Продолжение следует... Мы сейчас находимся в деревне Нонгонгпинг. Она представляет собой туристическое место с множеством маленьких кафешек, магазинчиков, сувенирных лавочек. Все, что интересует туристов. Сейчас, наверное, сначала сходим к монастырю Полинь и только потом попытаемся подняться к Будде. Туда, не помню сколько, но очень много ступеней ведет. И красивый сад здесь. Деревушка стилизована в национальном стиле, под старину. Выглядит очень аккуратно. Я оделся, но, в принципе, смотрю, местные ходят в футболках. Не так уж, видимо, и холодно. Ну, достаточно свежо. Да, туман. Даже что-то видим. Вау, какое дерево. Смотрите на это. Жареной рыбкой пахнет. Тянуть. Многоян. Собачки. 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 вот что нам нравится всегда в азии даже в самых туристических местах есть семерочка 7-eleven но аналог нашей пятерочки сам монастырь полинь является одним из главных буддийских святилищ китая название полинь переводится как драгоценный лотос он был основан буддийскими монахами в начале 20 века дорогу от ворот храма охраняют 12 обожествленных генералов древней китайской армии к сожалению остров лантао в этот день нас встретил пасмурной облачной погодой с густым туманом и мелким моросящим дождиком на жаль в облако попали совсем капли воды прям как дождик мелкий монастырь пулинь огромный а а и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы еще некоторое время погуляли по территории этого удивительного монастыря И несмотря на то, что здесь в самых интересных местах съемка фото и видео запрещена Я все-таки сделал еще несколько кадров этой живописной локации Субтитры сделал DimaTorzok 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 Видимо, был спелый, кто-то раздавил Субтитры сделал DimaTorzok Далее мы отправились к Диантань Будде, известному также как Большой Сидящий Будда Это бронзовая статуя высотой 34 метра и весом 250 тонн, что делало ее самой большой статуей Будды до 2007 года Чтобы достичь ее посетителям требуется преодолеть 268 ступеней Статуя символизирует гармонию отношения между человеком и природой, между людьми и религией Это важный центр буддизма в Гонконге Статуя Будды смотрит на север, что уникально, так как все крупные статуи Будды обычно обращены на юг Глядя вверх на то количество ступеней, которые нам необходимо было преодолеть, закрадывались сомнения, стоит ли вообще это делать С другой стороны, раз уж мы сюда приехали, немного подумав, мы все-таки решились Так, в общем, посетили мы монастырь Пулинь Нам очень понравилось Идет мелкий дождь, можно сказать, мы просто в облаке, в тумане, мелкая морось Монастырь классный был, теперь решили подняться к Большому Будде Не знаю, сколько здесь ступенек, считать не хочется Говорят, очень много, и это ощущается Вот, немножко устали Да, есть такое После длительного перелета подниматься тяжело Сейчас бы в гостиницу и выспаться Но время Казалось бы, это не самый высокий подъем в нашей жизни Его можно сравнить с походом к монументу Родина-Мать в Волгограде Или индуистским пещерам Бату в Куала-Лумпуре О которых я обязательно расскажу в одной из следующих серий про Малайзию Ну и тем более не сравнится данный подъем с маршрутом на гору Сигирия на Шри-Ланке Тем не менее, в условиях почти стопроцентной влажности Так как мы поднимались в облако и усиливался дождь А также после долгой дороги и длинного перелета усталость ощущалась довольно сильно Где-то там должно быть море Но в облаках в тумане его не видно Такая вот погода Но все равно очень красиво Наконец-то мы поднялись на самую вершину И у меня было изначально большое желание отсюда с обзорной площадки запустить дрон Полетать вокруг статуи, поснимать канатную дорогу, деревню Онгонгпинг и монастырь По-Линь Но еще в начале подъема мы увидели таблички о том, что именно здесь полет дрона запрещен Поэтому решили не искать себе проблем Да и к тому же дождь усилился и видимость стала почти нулевая Поэтому мы быстро обошли статуи вокруг Заглянули в храм внутри статуи Но там ничего интересного не увидели Поэтому решили спускаться вниз и идти к автобусной остановке Собственно наверх мы так же прошли Собственно наверх мы так же прошли Большой бубль остался в облаках Идет дождь Сверо очень все промокли Милота же На самом деле мы просто с обратной стороны смотрим Свастика в обратную сторону У буддистов это священный символ А не так как у нас считается Как монастырь? Понравился монастырь очень красивый, интересно Подсветка фонариков организована красиво И будто тоже интересно Тоже красиво Даже несмотря на такую нетуристическую погоду Все равно абсолютно не жалею, что сюда поднялись Было интересно, здорово Все посетили на острове Лантау Теперь будем возвращаться На автобусе Спускаться на станцию Вернемся на станцию Тунгчунг Оттуда поедем на метро на Дзилун Коулун Нам нужно забрать вещи из сервиса хранения багажа Поэтому сейчас мы пойдем искать автобус номер 23 Чтобы уехать до станции Назад в метро Тунгчунг Мы решили поехать именно на автобусе Чтобы не повторять тот же маршрут на канатной дороге К тому же так было дешевле И судя по отзывам Сама дорога на автобусе тоже должна была быть вполне живописная Хотя из-за дождя и соответственно мокрых окон автобуса я этого не заметил Кстати, читая отзывы на форумах и тематические чаты по Гонконгу в Телеграме Многие мне писали, когда я задавал вопрос Успеем ли мы посетить деревню Онгонгпинг Прокатиться на фуникулере Посмотреть монастырь Кулин и подняться к Будде Если мы прилетаем в 12.40 А последний автобус к метро Тунгчунг Уходит вроде бы в 18.30 С учетом, пока заберем багаж в аэропорту Поменяем деньги, купим карты Октопус Доедем до станции метро, найдем камеру хранения И сдадим туда чемодан Нам казалось это сложно выполнимой задачей по времени Тем не менее, могу с уверенностью теперь сказать, что это вполне реально Если вы, конечно, не планируете по два часа разглядывать каждую достопримечательность Или час-другой посидеть рядом с Буддой помедитировать Мы пришли к автобусной остановке Сам автобус пришлось немного подождать в относительно небольшой очереди На нем, как и планировали, вернулись к станции метро Забрали свой багаж в камере хранения Которая, как я уже говорил, расположена непосредственно рядом с эскалатором Ведущим к фуникулеру Далее мы спустились в метро, чтобы доехать в самый центр А именно, до станции метро Чесамчой Так, метро Гонконга Сели в метро Сели в метро На красную ветку И едем до Чесамчой Это центральная станция на полуострове Коулу Так выглядит метро Гонконга Ну, примерно, как и везде На этой станции из метро есть множество выходов Мы вышли на небольшую площадь I Square Примыкающую к центральной городской артерии Улицы Натан Роад Через дорогу напротив находился наш Мирадор Мэншин Огромное здание-человейник, в котором я нашел самое бюджетное жилье Так, вот I Square На первом этаже, можно сказать, расположен интернациональный рынок Филиппинки продают воду и различные снеки Индусы держат обменники Ну и в целом, лично для меня все выглядит не очень привлекательно Снимать жилье здесь уж точно не хотелось бы Но все решила низкая цена и лучшее месторасположение Ну и то, что потерпеть это все придется всего пару ночей Поселились в настоящей лакшери по-гонконгски Есть даже стиралка, туалет вместо прикроватной тумбочки Вот такая кровать и даже холодильник Серьезно, по гонконгским меркам это супер Ну и в принципе повезло Как одна из самых дешевых квартир, апартаментов Потому что изначально была забронирована Ромада Но они отменили бронь А новая цена уже была в разы дороже Курс обмена валют здесь, кстати, считается лучшим в Гонконге Для подъема на нужный этаж имеется 4 лифта Одни ходят по четным, другие по нечетным этажам Спрашивать охранника, где находится необходимый вам гестхаус, бесполезно В итоге мы несколько раз ждали, пока придет лифт, чтобы подняться Потом спуститься и снова подняться Так как забронированный мною на букинге гестхаус С большим трудом был найден в конце коридора На одном из этажей с заколоченной дверью Попытались спросить у первой попавшейся китаянки, где искать хозяина Она отправила нас с 13-го на 8-й этаж Для чего, как я сказал уже раньше, пришлось спускаться вниз И снова ждать лифт на четные этажи Кое-как нашли каких-то индусов, которые являлись хозяевами другого гестхауса В общем, предложили они нам то, что у них имелось в наличии Вариант, конечно, был даже более простым, чем то, что я бронировал, судя по фотографиям на букинге Ну да ладно, две ночи пережить можно Мы поселились, наконец-то приняли душ после долгой дороги и прогулки по острову Лантау Думали сразу лечь спать, чтобы утром пораньше проснуться, но нашли в себе силы еще прогуляться к набережной, аллее звезд Пока нет дождя, так как неизвестно, какая завтра будет погода и останутся ли силы и время вообще на это Свое название набережная получила потому, что аналогично аллее звезд в Голливуде Здесь отмечены всевозможные знаменитости, как местного, так и мирового уровня Но не звездами на тротуарной плитке, а отпечатками ладоней на перилах И главная звезда здесь, в Гонконге, это, конечно же, Брюс Ли Которому здесь даже установлен целый памятник Брюс Ли Субтитры сделал DimaTorzok Здесь же через дорогу находится роскошный пятизвездочный отель за Пенинсула, знаменитый на весь мир самым большим парком лимузинов Роллс-Ройс, а также собственным вертолетом и яхтой для встречи дорогих гостей. В нем также снимали несколько сцен Бондианы, в частности фильм про Джеймса Бонда «Человек с золотым пистолетом» 1974 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подышав немного свежим прохладным воздухом у пролива Виктории, полюбовавшись отражающимися в воде светящимися небоскребами, а также всевозможными лодочками в бухте, некоторые из которых, к слову, весьма живописные, старинные, с красиво подсвеченными алыми или золотистыми парусами, мы все-таки отправились отдыхать. На этом, пожалуй, и стоит закончить этот выпуск, а в следующей серии мы отправимся на пик Виктории острова Гонконг. Посетим красивейший монастырь Чилинь с чудесным парком Нан Лиан, храм Войто Син, центральный городской парк Гонконга, внутри которого совершенно бесплатно посетим очень неплохой парк птиц, ну и множество других достопримечательностей. Об этом смотрите в следующей серии, подсказка на которую появится в правом верхнем углу экрана. Ну и подписывайтесь на канал, а чтобы не пропускать следующие выпуски, жмите на колокольчик, ну и лайк под этим видео поставьте, вы все знаете. Всем пока, увидимся в следующей серии. Субтитры подогнал «Симон»!